Привет, друзья! Готовлю сегодня вкусное традиционное блюдо Средней Азии. Манты с мясом, нежный, с очень сочной, мелко нарубленной мясной начинкой и луком. Ну а тесто получилось невероятно тонким. Аромат специй разгоняет аппетит еще больше. Ну что, за дело? Тесто для мантов готовлю заранее. Кладу соль, муку и наливаю холодную воду. Замешиваю очень тугое тесто. Собираю тесто в комок. Так как тесто плотное получается, с трудом, но все же собрала ватну твердую массу. Кладу тесто в пакет и убираю на ночь или на сутки. Готовлю начинку. Ее лучше делать перед лепкой. Говядину и жир я нарезала мелко. Кладу в начинку мелко тонко нарубленный лук. И еще мясо можно перекрутить через мясорубку с крупной решеткой. Для мантов подойдет также баранина и курдючный жир. Специи здесь стандартные. Соль, черный перец, молотый кориандр и зра. Зру нужно только слегка перетереть пальчиками, чтобы раскрыть ее аромат. А точные пропорции я напишу снизу под описанием этого видео. А также вы можете включить субтитры на удобном для вас языке. Тесто у меня постояло сутки и оно размягчилось слегка. Раскатываю тесто в длину и делю на 4 части. Раскатываю тесто в колбаску и убираю затем в пакет. Режу на небольшие кусочки. Затем обсыпаю мукой и надавливаю кусочки теста ладошкой в плоскую круглую лепешку. Убираю заготовку в пакет и раскатываю скалкой тонко. Края лепешки стараюсь сделать как можно потоньше. Получается в итоге небольшое уплотнение в виде подушки посередине, где будет донышко, который часто рвется. Смачиваю слегка пальцы водой и смазываю края теста, чтобы они не расходились при лепке и при варке. Кладу посередине начинку и собираю с двух сторон. Делаю небольшие защипы в виде складочек и закрепляю снизу. Получается вот такая косичка. Закрываю манты полностью, чтобы сок оставался внутри и не выпарился. Смазываю слегка бока маслом растительным, чтобы они не прилипли друг к другу. И складываю манты на решетку, застеленной ковриком из силикона. Или можно подложить бумажку для выпечки. Тоже прекрасная идея, чтобы сложить их плотно и быть уверенным, что они не прилипнут друг к другу. Варила манты 30 минут на сильном огне и 10 минут еще на слабом. Подают манты горячими. Мне же нравятся манты сузьмой или котыком. Это азиатский творожный сыр или йогурт. Манты получились очень сочными. А тесто тонкое такое, почти прозрачное. И ни один не слипнулся и не порвался. Посмотрите, сколько сока внутри. Это такая вкуснотища. А с судьбой это просто сказка. Не верите в сказки? Тогда просто приготовьте по этому рецепту. И убедитесь сами. С вами была Наталья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok